Добрый день дорогие друзья, сегодня у нас 27 июля и в этот день мы поздравляем братский корейский народ, руководство Корейской Народной Демократической Республики с их главным праздником, Днем Победы в Отечественной Освободительной Войне. 27 июля 1953 года было заключено перемирие между КНДР, которую поддерживали Советский Союз и КНР, и так называемой коалицией ООН Южной Кореи, но на самом деле американскими войсками. Перемирие действует до сих пор, то есть война в Корее, которая шла с 1950 по 1953 год формально не закончена, то есть пока есть перемирие. Ну и просто чтобы вы понимали о чем, что тогда происходило и почему мы должны поздравить наших братских корейских товарищей. В 1910 году после разгрома царской России, позорного разгрома в русско-японской войне, вся Корея была оккупирована Японией. Кстати, одним из поводов к этой войне, и почему крейсер Варяк-то, помните, принял свой последний бой в корейском порту Чемульпо, было то, что корейский император очень хотел тогда перейти под подданство России. Потому что понимал, что только Россия сможет сохранить самообытность корейского народа. Япония же, победив царскую Россию, угнетала корейцев страшно. И до сих пор, что в Северной, что в Южной Корее, несмотря на их, ну, якобы такие вот сильные идеологические противоречия, ненависть к японцам была сильнейшая. Сотни тысяч корейцев использовались японцами как рабы на строительстве всяких военных накреплений. И самое страшное, тоже сотни тысяч корейских женщин были загнаны японцами насильственно в бордели для своих солдат, где над ними страшно издевались. Просто, да, я думаю, что если я скажу как, Ютюб просто не пропустит. И до сих пор, в общем, к японцам отношение такое есть. В 1945 году, после вступления Советского Союза, 8 августа, войну против Японии. Япония капитулировала. И было принято решение, что капитуляцию японских войск в Корее к северу от 38 параллели принимает Советская Армия, Красная Армия, к югу американские войска. Ну, собственно говоря, так и произошло. Наши понесли определенные потери в освобождении Северной и Кореи до 38 параллели. Американцы высадились тогда, когда японцы уже полностью сдали оружие. И планировалось-то, естественно, что страна будет единой. Но американцы с самого начала на юге сделали, чтобы вы понимали, Корея, ну, самая населенная часть ее южная. Ну, потому что Северная Корея – это горы в основном, и климат довольно-таки такой суровый. Ну, практически как у нас в Сибири. Так вот, с самого начала американцы стали делать ставку в Южной Корее на создание марионеточной администрации из тех, кто сотрудничал с японцами в годы войны. Вот из корейской марионеточной полиции. И самое главное, они даже делали ставку на корейцев, которые исповедовали христианство западного образца. Католицизм или протестантизм. Вот до этого дошли. В то же время на севере Кореи к власти пришли партизаны, воевавшие против Японии. В главе с Ким Арсеном. То есть, Ким Арсен – это не просто вождь, как мы его знаем. Это командир партизанского соединения, который воевал с японцами сначала в самой Корее, а потом в Маньчжурии. То есть, на северо-востоке Китая. После поражения они перешли на советскую территорию. Ким Арсен имел воинское звание, по-моему, капитана советской армии. То есть, на севере Кореи антияпонские элементы пришли к власти с нашей помощью. На юге, можно сказать, коллаборационисты, которые сотрудничали с японцами. Режим на юге Кореи был ненавидим большинством населения. И рассекреченный американский документ абсолютно четко это демонстрирует. То есть, опирался он на чисто диктаторские методы, на репрессии. В 1949 году, в октябре, победила китайская революция. То есть, китайские коммунисты в гражданской войне, которая шла 4 года, полностью разгромили проамериканский гомендановский режим. То есть, в распоряжении КНР была достаточно мощная армия, имеющая боевой опыт, но, к сожалению, плохо вооруженная. Но, в основном, стрелковым оружием. И частично артиллерии, которую мы передали. Ким Ир Сен, глава Северной Кореи, на тот момент в Северной Корее давным-давно не было никаких советских войск. То есть, мы полностью ушли оттуда, предоставив право решать судьбу страны самим корейцам. Американцы не уходили. Так, частично там держались. И вот Ким Ир Сен весной 1950 года сказал, что провокации со стороны Южной Кореи на вот этой вот 38-й параллели, разделявшей обе Кореи, настолько сильны, что возможны боевые столкновения. Сталин всячески рекомендовал проявлять сдержанность. Вы должны понимать, что к тому моменту у американцев было уже несколько, ну, наверное, десятков атомных боезарядов. У нас только в августе 49-го испытали первую атомную бомбу. То есть, да плюс наша страна только-только выходила из страшной послевоенной разрухи. Но, тем не менее, добро, в конце концов, было дано на ответные меры. И 25 июня 1950 года в ответ на очередные провокации корейская народная армия перешла демаркационную линию. У них было примерно 150 танков наших Т-34. Ну, и там в районе 50 самолетов поршневых еще, нереактивных. Ну, естественно, тоже нашего производства. Войны не получилось, понимаете? Потому что все население Южной Кореи встречало северокорейские войска цветами. То есть, боев фактически не было. Южно-корейская армия в течение двух месяцев, июля-августа 50-го года, полностью развалилась и разбежалась. И 90 с лишним процентов территории всей Кореи было освобождено, ну, фактически без боя. Американцы смогли в самый последний момент высадить свои войска в районе Южно-корейского порта Пусан. Ну, и, собственно говоря, не дали таким образом корейской народной армии освободить всю территорию. Возник так называемый Пусанский периметр, где-то вот 120 километров по фронту, маленький кусочек Юго-Восточной Южной Кореи, где американцы, американцы, не южные корейцы, развалившиеся, американцы удержали наступление. После этого, к сожалению, используя ошибку советской дипломатии, но ошибка какая была, из благих побуждений. В то время вопрос, как и сейчас, о применении силы со стороны ООН решал Совет Безопасности. В Совете Безопасности, естественно, как и сейчас, у Советского Союза было право вето. Но в то время как раз делегация Советского Союза бойкотировала заседание Совета Безопасности в знак солидарности с Китайской Народной Республикой. Так как в то время место Китая в Совете Безопасности занимал не Большой Китай, вот где победили коммунисты во главе с Мао Задуном, а гомендановцы, проигравшие гражданскую войну и сбежавшие на Тайвань. Ну, где они, собственно говоря, до сих пор и находятся. И мы требовали, естественно, возврата места Китая в Организации Объединенных Наций Китайской Народной Республики. Американцы были против, мы бойкотировали, американцы за это ухватили, что советской делегации, когда началось обсуждение событий в Корее, не было. Ну, соответственно, не было у нас и право вето, раз мы не пришли. И они продавили резолюцию о том, что, значит, надо войскам ООН оказать помощь бедной Южной Корее. Поэтому американцы все время говорили, что против Северной Кореи воевали войска ООН. На самом деле это на 90, там, с лишним процентов, понятное дело, американские войска. Командовал этими войсками ООН, в кавычках, американский генерал сначала Дуглас Маккартер, потом Риджуэй, до этого командующий воздушно-десантными войсками Соединенных Штатов в годы Второй мировой войны. И, в общем, пользуясь таким вот мандатом Совета Безопасности, в сентябре 1950 года Маккартер проводит грандиозную десантную операцию, сравнимую с высадкой в Нормандии в 44-м, в районе Сеула. Как раз примерно в тех местах, где принял свой последний бой крейсер «Варяг» в 1904 году. То есть, в глубоком тылу Северной Корейской армии. Значит, американцы там высаживаются, в это же время переброшенные на Пусанский плацдарм несколько американских дивизий, вырываются оттуда и берут на юге Кореи Корейскую Народную армию в клещ. Ну, скажем так, фактически организованное сопротивление Корейской Народной армии прекращается, она переходит к партизанским действиям, лишь некоторым небольшим частям удается прорваться обратно в Северную Корею. И, видите, хотя ООН говорила только о том, чтобы восстановить положение на 38-й параллель, Маккартер на это все плюет и решает объединить Корею уже на американских условиях. Американские войска в октябре 50-го года переходят 38-й параллель, занимают временную столицу КНДР Пхеньян, потому что по конституции КНДР столицей была Сеул вплоть до объединения Кореи, а Пхеньян был такой вот временной столицей. И где-то к середине октября американские войска, элитные морская пехота приближаются к советской и китайской границам, к реке Ялу, Ялу-Дзян, который вот разделяет Китай и Корею. Мао Зе Дун, посоветовавшись, естественно, со Сталином и заручившись поддержкой Сталина, принимает решение о вводе китайских войск на территорию КНДР для того, чтобы выбить американцев за 38-й параллель обратно. Значит, формально считал, что это китайские народные добровольцы, так они у нас назывались, ну, чтобы типа на Китае не было воюющей стороной. На самом деле, конечно, это был целый корпус китайской народно-освободительной армии во главе с маршалом Пэн Дэхуаем. Китайцы были тоже вооружены, к сожалению, ну, в основном стрелковым оружием и минометами, артиллерии было мало, авиации вообще никакой не было. Тем не менее, китайцы 19 октября 50-го года скрытно им удалось перейти границу и нанести корпусу морской пехоты США элитным частям американцев тяжелейшее поражение, просто. Причем одна дивизия морской пехоты США практически попала в окружение и была ликвидирована. Конечно, китайцам сильная и корейская народная армия, которую начали воссоздавать, сильно мешала тотальное абсолютно превосходство американцев в воздухе. В бомбардировке были варварские просто, вот сметались города, селения с лица земли. Вы вдумайтесь только, товарищи, в одну вещь. В этой войне, которая шла, ну, в общем, не целых три года, с 50-го по 53-й, погибло более трех миллионов корейцев, в основном гражданских. То есть, в процентном отношении к общему населению страны корейцев погибло гораздо больше, чем даже нашего населения в годы Великой Отечественной войны. То есть, по потерям гражданского населения эта война вообще себе равных не имеет. И именно 90% этих потерь – это заслуга, в кавычках, американской бомбардировочной авиации, Б-29, летающей крепости и прочее, которые бомбили просто все в ноль. Для того, чтобы это прекратить и восстановить паритет в воздухе, у нас был сформирован истребительно-авиационный корпус. Ну, где, в том числе, скажем, одной из дивизий командовал Кожедуб, наш прославленный, а с времен Великой Отечественной войны, но Сталин категорически запретил ему самому вылетать на боевые задания. У наших было ограничение. Ни в коем случае не пересекать 38-й параллель и, ну, не сильно забираться там в сторону океана. Одновременно наши инструкторы начинали подготовку с нуля китайской и северокорейской истребительной авиации. Так вот, это были первые бои в воздухе Кореи, когда речь шла о столкновении реактивных самолетов. Вы думайте, только еще пять лет тому назад воевали в годы Второй мировой войны самолеты поршневые. Реактивные только-только были в виде прототипов. Ну, то есть, наши МиГ-15, первые наши реактивные истребители столкнулись с американскими Ф-80, выявилось наше полное превосходство. Но вот американские Ф-86 Супер Сейбра, это было, конечно, грозное оружие. И тут, ну, большую часть наших побед стоит приписать именно мужеству, героизму и профессионализму наших летчиков. Наши сбили более тысячи самолетов американских. Соотношение потерь было три к одному в нашу пользу. То есть, американцы на какое-то время перешли даже только к ночным налетам. Ну, потому что наши истребители, несмотря на их численное превосходство американское и наличие баз. У нас баз там не было, практически аэродромы с нуля. Американцы все базировались и на Южную Корею, и на Японию. Тем не менее, значит, мы смогли как-то компенсировать их, так сказать, превосходство в воздухе. Китайские войска провели удачное контрнаступление. Они очень хорошо воевали, это надо признать. Героически. Ну, потому что были коммунистические части именно. Значит, в январе 51-го года был отбит Пхеньян. Северная Корея была освобождена. Потом отбили еще и Сеул. Сеул четыре раза, нынешняя столица Южной Кореи, переходила из рук в руки. Последнее наступление американцы провели в ноябре 52-го года против китайских народных добровольцев. Оно окончилось полным поражением американских войск. Ну, и с тех пор война, она как бы сама собой стала затихать. Причем я еще хочу подчеркнуть, уже к этому времени, к концу вот этих горячей фазы боевых действий, активно воевали и китайские летчики в небе Кореи, и северокорейские, которых мы научили. Они сбили более 300 американских самолетов. Еще надо помнить, что эта война не стала мировой только потому, что СССР жестко предупредил Соединенные Штаты, которые хотели по Китаю нанести ядерный удар. Что если по Китаю будет нанесен ядерный удар, СССР полностью вступит в войну. Ну, и тогда американцам мало не покажется. Дуглас Маккартор, который требовал от президента Соединенных Штатов Трумэна нанести ядерный удар, был с позором снят с командования. А это был у них герой Второй мировой войны, победитель японцев. Ну, и вот наш ядерный зонтик, назовем его так, хотя он был слабенький тогда, но наша решимость была всем ясна, что СССР не позволит ни в коем случае напасть на Китай. Вот эта наша решимость привела к тому, что в июле, вот как раз 27 июля 1953 года, было заключено перемирие по линии боевого соприкосновения, который с тех пор не изменился, который примерно повторяет 38-ю параллель. Ну, где-то заходят на юг в пользу Северной Кореи, КНДР, где-то там на востоке чуть-чуть заходит на север в пользу Южной Кореи. С тех пор мирного договора между двумя Кореями нет, но мы с вами должны исходить из чего? Что в КНДР очень помнят и чтят помощь советского народа в их освободительной войне. Война действительно была освободительной, что там говорить. По-настоящему как бы народный, как бы вот там не клеймили сейчас режим северный, Северная Корея, воевал против марионеточного проамериканского режима, составленного из тех, кто десятками лет подмахивал японским оккупантам в их бессовестном ограблении Кореи. Ну, что тут говорить? Тут все понятно. Сейчас Северная Корея празднует эту дату. Туда приглашен наш министр обороны. Хочу сказать, что Северная Корея, КНДР, одна из немногих стран, которые сейчас полностью, безоговорочно, без всяких, знаете, вот этих вот, поддерживают Российскую Федерацию. Я скажу так. Поддерживают не только на словах. И мы должны быть благодарны за это корейскому народу и руководству КНДР, за то, что они нас не продали и не пропили, как многие страны СНГ, которым мы очень сильно помогали. Поэтому поздравляем от всей души народ КНДР, руководство. Помним тех наших летчиков, героев, которые воевали в небе Кореи. Более ста из них там погибло. 22 пилота были представлены к званию Героев Советского Союза за победу в воздухе. Один из наших офицеров застрелился, предпочтя сдачу в плен. Потому что советская армия таких вещей тогда не предусматривала. Поэтому мы тогда помогли корейскому народу. Мы победили. Они прекрасно об этом помнят. И когда вот недавно Ким Чен Ын, глава КНДР, был в Владивостоке, первое, что он сделал, возложил цветы к могиле воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение Кореи в 1945 году. А старый друг, как известно, как говорит русская пословица, лучше новых друг, двух. И еще одна пословица, настоящий друг познается в беде. Это полностью относится к народу КНДР, который мы еще раз поздравляем с их победой. Субтитры создавал DimaTorzok